Южнокорейские пограничники открыли огонь по судну Корейско-Народной Демократической Республики в Желтом море. Это были предупредительные выстрелы из-за нарушения границ, пояснили в Сеуле. Пхеньян заявил, что Северная Корея открыла ответный огонь из реактивной системы залпового огня. Разграничения между Южной и Северной Кореей стреляют, бывают жертвы, бывают перебежчики в основном, которые бегут из Северной Кореи в Южную Корею. Потом бывают периоды всплетка переговорного процесса, то есть нормализации отношений, когда ищутся точки диалога, выстраиваются какие-то схемы нормализации отношений. Но, опять же, пока ни один переговорный процесс, который проходил, например, в 80-е, 90-е, начало 2000-х годов, он до какого-то логического итога не был доведен. Начало конфликта Северной и Южной Кореи началось после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Противостояние между правительствами двух сторон конфликта Корейской Республики поддерживали разные страны. Китай и СССР были сторонниками Корейско-народной демократической республики, а США и Великобритания были на стороне Южной Кореи. Все эти разногласия привели к кровопролитной войне. Тогда военные действия не привели к результату. Однако каждая из сторон понесла большие человеческие потери. Корейский полуостров остается разделенным по сей день. Развитие двух сторон Кореи значительно отличалось. Если Южная Корея старалась развить свой уровень жизни и в скором времени превратилась в демократическое, промышленно-развитое государство, то Северная стала одной из закрытых и слабо развитых в экономическом плане республик. Из-за разработки ядерного оружия КНДР находится под жесткими санкциями ООН. Северная Корея изначально выбрала этот путь развития, поскольку там была горпотствующая коммунистическая партия. И, соответственно, северокорейские коммунисты заявили о непризнании любых форм влияния со стороны капиталистического Запада, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки. На вопрос, что ожидает стороны, политологи отвечают просто. Очень серьезный вопрос. Но перспектива какая? Перспектива, наверное, пытается в том, что, наверное, постепенно, при условии взаимной воли руководства обоих государств, наверное, можно прийти к тому, что в итоге корейская нация будет каким-то таким единым целым. Может быть, они будут разные государства, но, по крайней мере, будет возможность для нормального общения. Мы будем следить за развитием событий. Аделина Абдрахманова, Универньюс.